Соцжилье в Циглами не построит московская компания. В Архангельске наконец-то состоялся конкурс по выбору подрядчика для строительства жилья в рамках программы «Расселение из аварийных домов». Деньги на застройку выделяют из фонда реформирования ЖКХ. На возведение 13 домов потратят почти полмиллиарда рублей. Почему выбор подрядчика затянулся, знает Сергей Томилов. Почти полсотни архангельских семей этой осенью готовятся справить долгожданное новоселье. В областном центре возводят социальное жилье. В этом году строительство социального жилья планируется на двух участках. В поселке Первых Пятилеток, улица Конзихинская, 3 дома, и на левом берегу, улица Цигламенская, 13 домов. Всего предполагается расселить 47 домов. Это ветхий аварийный жилфонд. На Конзихинской, напомним, это сульфат. Кипит работа. К моменту начала строительства домов работы по подготовке территории и прокладке сетей были выполнены практически полностью. Поэтому новоселье, как обещают подрядчики, счастливые жильцы могут отпраздновать уже в сентябре. На данном этапе коммуникации все подведены полностью. Осталось на выполненные работы на 95%. Осталось только благоустройство. Общая стоимость подряда 120 миллионов. На эти деньги будет возведено около 2000 квадратных метров. 40 квартир. Одна, двух и трехкомнатные. В планах на 2015 год строительство в этом же микрорайоне еще шести домов. Это 4500 квадратных метров. В этом же году планируется и благоустройство территории. Дома строятся по канадской технологии. Вот в этих трех новоселье отпраздновали еще в прошлом году. Однако, если на Сульфате дома строят быстро и, по всей видимости, особых проблем нет, то к стройке на другой территории вопросов множество. Это вторая площадка, где мэрия собирается строить социальное жилье. Она тоже находится на окраине, улица Цыгломенская на левом берегу. Сейчас пока здесь только один песок. Здесь можно загорать или, в крайнем случае, играть в футбол. Но украшением этого лунного пейзажа одинокое дерево прямо посередине будущей стройплощадки. 13 домов в этом районе нужно сдать уже в апреле следующего года. Но пока здесь построена лишь новая трансформаторная подстанция и реконструированы электрические сети. Смогут ли строители за 8 месяцев, причем зимой, построить качественное? Именно качественное жилье – это вопрос. Представители мэрии задержки объясняют юридическими нюансами. Процедура открытого аукциона изначально была опубликована еще и начата в мае текущего года. Однако аукцион не состоялся по причине отсутствия извивших желания подрядчиков архангельского рынка участвовать. Была объявлена процедура повторно, также в конце мая текущего года. Она тоже не состоялась, ни одной поданной заявки. Поэтому в рамках действующего закона у муниципалитета появилась возможность по укороченным срокам, а это 7 дней, провести запрос предложений. Однако, как показывает практика, далеко не все новоселы рады бесплатному жилью. Вот в таких милых уютных домах дают квартиры людям, которые живут в военном жилье. Однако уже буквально через полгода их постройки появляется объявление о прямой продаже этих квартир. Вот смотрите. Двухэтажный дом, площадь 48 квадратов, стоимость 2 миллиона 150 тысяч рублей. Как правило, реализуется следующая схема. Прописываешься в аварийном жилье, которое в ближайшем будущем расселят. А дальше при получении нового жилья остается приватизировать квартиру и выставить на продажу. Хотя, может быть, люди просто не хотят жить на окраинах. Сергей Томилов, Александр Кузнецов. Новости 24. Архангельск. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова